Значит, электродинамик. В качестве начальной информации вот нужно будет рассмотреть несколько предложений. Ну, электродинамика – это, собственно, один из разделов современного естествознания. В свою очередь, естествознание – это совокупность знаний об объектах окружающего мира, явлениях, процессах и так далее. Под термином электродинамика понимается классическая, обычно линейная электродинамика, описывающая непрерывные свойства электромагнитного поля с использованием так называемой системы дифференциальных максимумов, хотя можно и интегральные уровни не записать. Ну, для того, чтобы понимать об электромагнитных взаимодействиях, давайте напомним, какие типы взаимодействия, вообще говоря, известны. Значит, известны четыре типа взаимодействий. Сильные, электромагнитные, слабые, гравитационные. Вот их относительный вклад тут представлен, если ориентироваться на сильные, как величину равную единиц. И фактически чаще всего предлагается объяснять явление взаимодействия путем обмена соответствующим физическим объектом. И вот то, что называется электромагнитным взаимодействием, это связано с фотонами, с электромагнитным полем, квантами электромагнитного поля, в общем случае, настоящей электродинамики. Но классическая электродинамика этих параметров не вводит. Классическая электродинамика возникла из теоретического изучения взаимодействия пакующихся зарядов и взаимодействия постоянных токов, которые формировались как две отдельных дисциплины, два отдельных научных направления. И в дальнейшем оно было объединено в рамках вот этих так называемых электромагнитных взаимодействий, появления самого понятия электродинамики. Это называется первое великое объединение. Что, собственно, изучает естество знаний? Конечно, речь идет, если говорить о самых элементарных частицах, минимальных размерах частиц, это элементарные частицы, кварки, ядра атомов, атомы, молекулы, твердые тела, жидкость, газ, плазмы. Это то, что, собственно, нас окружает, а размеры вот этих молекулярных, атомных, структур и ядерных приведены на соответствующую информацию по характерным размерам. Ну вот, фактически, вот изучение свойств твердого жидкости, газа, плазмы, это изучение вещества. И это называется веществом. Ну вот, если говорить про типы взаимодействий, которые тут учитываются при описании этих объектов, конечно, для элементарных частиц это слабые взаимодействия, для описания свойств ядер атомов это сильные взаимодействия. Вот эти атомы, молекулы, ну и все вещество, которое образовалось, это электромагнитный мир. Ну и кроме того, вот есть вот это гравитационное взаимодействие, которое определяет свойства глобальных объектов космоса. А вот это объединение понятия электромагнитное, скажем, поле или вообще поле и вещество, ну с точки зрения философии называется, материи. Но надо сказать, что к этим вот стандартным объектам, твердая жидкость, газ, вещество, еще есть некоторый весьма специфический объект, живая клетка. Вообще все живое построено на основе клетки. И, конечно, это наименее изученный с точки зрения естествознания раздел, но наиболее перспективный для соответствующего изучения. Собственно, гравитационное взаимодействие отвечает за движение планет, за эволюцию звезд, значит, вообще за галактику в целом. Вселенная, размеры Вселенной, ну ее можно оценить порядка 10-24 степени метр. Тем не менее, вот несмотря на то, что есть вот такое полное понимание вот этих взаимодействий, надо сказать, что возникло в течение нескольких десятков лет предыдущих понятие темной энергии, темная материя, которые говорят о том, что, конечно, какие-то существенные преобразования вот в этой физическом описании окружающего произойдут. То, что касается электродинамики. Что, собственно, изучается в рамках классической электродинамики? Вообще говоря, это система уравнений Максвелла, которая в среде имеет вот такой вид набора дифференциальных уравнений в частных производных. Тут она приведена в системе единиц Гаусса, о системах единиц еще будет ниже сказано. И для справки я просто подчеркну, что вот тут использовано для описания электромагнитного поля четыре вектора. Вектора индукции, вектора напряженности электрических и магнитных полей, которые обозначены буквами D, B и H. И, кроме того, векторы, которые характеризуют свойства самой среды. Вектор поляризации P и векторномагнечения среды. Ну, вот описание векторов будет связано с тем, что либо значком вектора будет вставиться значок вот этого стрелочки, либо просто описание жирной буквы, написание соответствующего объекта жирной буквы. Частный случай вот этой системы уравнений, это когда речь идет о таком академическом задаче, когда есть какие-то абстрактные заряды, абстрактные токи, плотность распределения соответствующих величин, и требуется найти поля. Тогда достаточно описания только двух векторов, вектора напряженности и вектора индукции магнитного поля, о чем будет сказано ниже. Это частный случай системы уравнений, которая называется системой уравнений Максвелла в вакууме. Это тоже вот является предметом для изучения. И, наконец, что, собственно, изучить нужно? Способы создания, применения, передачи, приема, измерения, классификации электромагнитного поля. Значит, то нужно понять, что данная система дифференциальных уравнений в частных производных объясняет все известные классические проявления электрических магнитных и электромагнитных взаимодействий. Это в случае линейный электродинамик. Область применения электродинамики – это слабые поля по отношению к внутриатомным полям. Значит, конечно, нужен некоторый базис математический для того, чтобы электродинамику изучить. Прежде всего, это и векторный анализ. Векторный анализ включает в себя векторную алгебру, ну, это все операции сложения с векторами, типа сложения, вычитания, умножения векторов. Нужно только иметь в виду, что деления на вектор не существует, такой операции, так? А все остальное, вообще говоря, есть. Дифференцирование и интегрирование векторов и теорема астроградского Гаусса и Стокса. Это, собственно, вот такие базовые линейки, которые требуются для понимания. Для операции дифференцирования есть специальные наименования. Дифференция, ротор, градиент. Ну, вот простейшее определение в декартовой системе координат. Например, вот дивергенция вектора, которая имеет три проекции, представляет из себя вот такое вот выражение. Ротор вектора определяется вот таким вот, собственно, представленным здесь выражением. И еще можно говорить, что есть операторы НАБЛА. Вот такой вот оператор НАБЛА. И некоторые операции, которые называются градиент φ. Ну, то есть построение вектора из скалярной величины. Собственно, теория Моцерлевского Гаусса что означает для себя? Это, значит, вот интеграл от дивергенции вектора. Главное, чтобы он был непрерывным вектором во всем пространстве. Интеграл вычисленный по объему. Имеется в виду, что вектор задом, вот внутри вот этого объема. Значит, такой интеграл равняется интегралу по поверхности от этого вектора, который ограничивает данный элемент. Фактически, конечно, имеется в виду, что вот этот вот ДС-вектор это элемент поверхности, который задается вектором нормали. И, конечно, он тут задан, вот в каждой точке. И вот такой вот интеграл это формирует, этот поверхностный интеграл. Еще теорема Стокса, которая принципиально важна. Формальная ее запись вот такая, что ротор по поверхности, вот произвольный поверх, который опирается на некоторый контур, вот связан с циркуляцией этого вектора вдоль этого контура таким соотношением. Фактически, для начала электродинамики имеются такие вот первые характеристики, типа заряд, ток. И они используются для формирования, собственно, электростатических сведений и магнитостатических сведений. Ну, заряд – это физическая величина. Значит, свойства, я бы сказал, присущие некоторым физическим объектам, которые проявляются в форме электромагнитного взаимодействия заряженных объектов. Сила взаимодействия, закон Кулона, выглядит вот так, где К1 зависит от выбора системы единиц, а Р1, Р2 – это там, где находятся эти заряды в пространстве. Их положение определяется радиусом векторами Р1, Р2. Ну, и К1, К2 – это сами увеличения зарядов. Значит, если использовать более простую систему, когда один из зарядов находится в начале координат, то ясно, что этот закон будет выглядеть в более простом виде, где вот это вот радиус-вектор. Соответственно, положение заряда К2 по отношению к заряду К1. Ну, заряд – это, значит, объект, который, свойство, которое кратно зарядаю электрона. Два типа зарядов существует, положительный и отрицательный закон. Сохранение заряда вычисляется следующим образом, что вот если арифметически заряды складывать в некотором фиксированном объеме, то суть не меняется, если вы их специально оттуда не вытащите. Носителями заряда, конечно, являются какие-то элементарные частицы. Часть из них имеет размеры, часть, мы говорим, что размеры, по крайней мере, на сегодняшний день не восстановлены. Но, тем не менее, значит, вот эти структуры, из которых образуется вещество, это атомы, ядра атомов, ионы, и все эти структуры внутри содержат заряженные объекты. Значит, вещество, клетка, все содержат определенные атомы. Значит, есть необходимость в рамках электродинамики перейти к непрерывному распределению заряда. Тогда вводится понятие объемная плотность заряда, значит, по следующему определению, и используется вот на основании вот этого соотношения, безусловно. И если интеграл от этого элементарного заряда соотношения, то вычистится величина объемной плотной заряда. Соответственно, для точечного заряда эта объемная плотность заряда будет определяться уже в обученной функции. Таким образом, поверхностная плотность заряда вводится, если иметь в виду, что можно говорить о заряде, объекту, у которого толщина настолько маленькая по отношению к площади, что им можно пренебречь. Ну и тогда поверхностная плотность задается вот такими вот общими соотношениями. А полный заряд на поверхности вычитается как интеграл от этой поверхностной плотности заряда. Ну и наконец, линейная плотность заряда конечно тоже может быть задана. Если сечение проводника, ну вот корень квадратного сечения много меньше, чем длина, размера самого проводника, то можно говорить о линейной проводнике. Соответственно, тогда вот линейная плотность заряда определяется вот такими предельными соотношениями. А определение его следующее, что если вы знаете линейную плотность, то вычисление определяется вот таким вот образом. Ну наконец, вводится вот это понятие сила тока и главное плотность тока. Если сила тока – это интегральная характеристика, которая не является дифференциальной, а вот плотность тока – это характеристика, которая относится к точке. В этом смысле это свойство этой величины дифференциальной, ну и размерность ее заряд на время и на сечение проводника. Плотность тока связана с плотностью, с объемной плотностью заряда. Вот таким соотношением, где вы эта скорость движете. Видно, что по размерности это все действительно то, что требуется. Ну, таким образом, вот эти первичные характеристики, которые требуются для, собственно, формирования вот этого изучения электродинамики – это заряд и ток. В рамках заряда возникло понятие электростатика. Покоящиеся заряды изучались и замиралась электростатика, а вот эти постоянные токи возникли, их изучение привело к возникновению магнитостатики. Ну, вот это как введение доставки.